Доброго дня, утра, вечера или же ночи Луна Гейминг против Чиллаут Сашка Про, Изи Сегодня буду для вас комментировать Ну что ж, приступим? Да, начнем Слушай, первый раз у нас появляется здесь Даунбрекер Да Посмотрим, что из этого выйдет И пока что... Слушай, чей пик тебе больше понравился? Такой вопрос задам сразу же Да, пока стоит пауза, можно обсудить Вообще, я чуть-чуть растерян Потому что очень много нестандартных героев появляется Как минимум, если я не ошибаюсь То ЦК не был в бане и он не появился Да, ЦК не был в бане, его не взяли Да, здесь появляются у нас ПЛ и Джаггер Тут как бы палка от двух конца И Джаггер может перебить ПЛ И ПЛ и Джаггер И ПЛ может и Джаггер перебить Кто быстрее нафармит Ну, кто линия цаид, да, хорошо Тут вопрос на линиях опять строится Слушай, Земель у нас тоже первый раз появляется здесь Да, да, да Не видели Земелью Кунка был у нас? Не, Кунка, конечно, был Кунка не раз появлялся, да Кунка стоял в своей линии Ну, может и не так уж много Но он точно появлялся Пак уже стандартный герой Мы его часто видим Да, Пак Чиллаут его часто пикают в мид Да, да, он тектирует Ну, мне кажется, здесь Паку маленько тяжеловато будет Против Куночки стоять Хотя бы, может, будет доджить как-то Ну, да Его атаки Ну, посмотрим, что из этого выйдет Угу Ну, пока ждем И Вообще, кстати Да, я сегодня сам Когда играл Папчик Ощутил, что С Дотой творится что-то неладное У меня вылетала игра Хотя У меня никогда не было с этим проблем У меня нормальный интернет Нормальный компьютер Дахтер И Она просто вылетает А что вы еще можете сказать о своем компьютере? Хороший компьютер Хороший Пару слов, да, так 1050 Ti То, что Вот это Типичная видеокарта А, та самая за 30 тысяч Которая сейчас Я покупал в свое время За гораздо меньше За десяточку, да? Где-то 12 Она вот так вот стоила Да Хорошие были времена Хорошие Да и сейчас отличные Да Да Ну что же Пауза у нас довольно долго держится Ну, скорее всего Там Звонят в ремонт ноутбуков За час А я вот сегодня Нет Тебе вот Супернова отвечает Нет Не звонят Звонит Кстати, сегодня читал новость Что Четыре дня Баг То, что был в Dota TV Что нормально не работали Да, пофиксили Да Слышал Что-то одно пофиксили Что-то одно сломали Опять Четыре дня трудились Один баг убрали Пять добавили Да, ну вот у нас игра продолжается. Обычный день программиста. Ну да, у нас тут сразу же прожимаются смоки луна гейминг, челлаут они используют, экономят. И... Что? Ну это лил скрип. Слушай, мне нравится как игрок. Так что играют. Ну, парни просто на чиле общаются. Да, общаются, почему нет? Еще игра не началась, можно и поразговаривать. Только уже пошел фидить. Да, я передумал. Сразу находит вардик. Убедили его не делать этого. Такой предполагает, пиликает сюда. И найдут вард. Вард находит. И сейчас лил скрип будет его ломать. Нет, не будет. Все, выдвигаются за вардом. Ондайн пытался заденайить. Да. Но не это. Не сегодня. Тычка медленная. Была бы чуть-чуть побыстрее. Возможно, хватило бы скорости. То есть надо ондайн скорости атаки добавить. В следующем патче. Да, ближе к конту, чтобы вот пикать. Ближе к конту. Да, да, да. На кэри. Слушай, посмотрим, как он с жухала будет исполнять на этом персонаже. Посмотрим, что из этого выйдет. Он так же, как и... Как Марси у нас. Неожиданно появился. Да, но тут у нас сейчас битва за руну. Тут джаги прорубают дерево. А вот и я. И забирают руну тем самым. Да. И в итоге у нас три руны для луны. И лишь одна для чиллаутов. Слушай, опять вот типчики. Бесконечные, мне кажется, будут в этой игре. Да, тут общение будет такое... Постоянное. Да, ну и вот он земель от ТСА. Посмотрим, как он себя реализует. Ну, тут линия такая будет. Супернова будет накидывать щитки. И меня пропушивать линию. Да, будет кататься с этим щитком еще. Да, у ПЛа будет цель. Как-то доджить эти дамаги от щитка. Вот там, выводить крипа на Потавр, чтобы его быстро убивали. Вот. А зомби должен будет линию эту обеспечивать ему. Да, пока что просто гоняет СА у нас. Здесь у нас пробили джагера. И... Вообще, тут у джагера тоже должна быть линия не самая легкая. Лизаж будет закидывать кнопочки. Да, но видишь, саппорт довольно хороший. Ну, джагерос, да. Джагер, он... Его и пикали часто. Его и в мид позицию пикали с нуликами. Да, да. В одно время. Но сейчас нулики уже не работают. Да, нулики не работают. Но все равно саппорт приятный для кора. Ну, джагерос вообще на все позиции готовы уйти. Все же. Туинхед драгон, ДХД. Он и поразмениваться готов, и скиллы побросать. А главное, что третий скил у него стики не заряжает врагам. Это вот самое-самое основное. Это самое приятное. Да, да. Я согласен. Я в свое время очень сильно этому был удивлен. Ну и в итоге у нас спокойная линия стояния. Но там уже, я вижу, наверху выводят пачку. Попытался вывести. Выводят одного крипа. У нас лил скрип. Ему этого достаточно. Ну, суперновая щит под щитком. Ему никто ничего не сделает. На данный момент слишком низкие лвла. И спокойно стоят. Фармят своих крипов. Да, ну, слушай. Впереди планеты всей на одного крипа. Ты сам может часто, в принципе, супернового оставлять одного на линии. Почему бы нет? Получать эксп. Хорошо. А сам будет выдвигаться куда-нибудь в мид. Да. Или на низ. Скорее всего, будет пара гангов. Возможно, пака будет. Пака — это такой персонаж, что если его подловить, убить его можно быстро. Нам, посмотри, просто двоих персонажей. Он сгоняет пока что земелья. Ничего не боится. Хотят под пачкой только с ним драться. И то он сразу отходит. Но тут линия будет очень сильно пропушиваться. Здесь как бы это рай для пятерки, потому что ему выводить не надо. То есть даже не задумываешься об этом, потому что линия всегда на тебя идет. Ну и также это рай для кора, потому что он фармит под своим тавром в безопасности. Да, ну и вот он, наш куночка. Наш куночка. Пока что ровное противостание в миду. Ну, в принципе, пак не сильно проседает от кунки. Кунка тоже от пак. Ну, да. А здесь у нас рывается в андаинг. Андаинг ставит тамбу. Сам пока еще живет. С тиками выхиливается. И здесь вопрос, кто первый погибнет. Погибнет у нас первый андаинг. Но вразмен будет. К сожалению, тамба добивает у нас Роспирита, а не ПЛчик. Но все же это Ферст Блад. И вразмен вышли. Соло-экспротя получил у нас ПЛ. А Джаггер уже сам вводит. Саппорты не хотят этого делать. Слушай, саппорт занят тем, что гоняет двух персонажей. А возможно, это Джаггер саппорт. Через второй? Через второй. Ну, второй прокачал. Я же второй. Слушай, нет, земель все-таки возвращается наверх. Пока что не хочет оставлять супернового одного. Ну, возможно, ему нечего делать там в данный момент. Там сейчас у нас Кунка уже фармит маленький спот. И ему особо не поможешь с этим. Он даже наоборот не хочет, чтобы ему помогали с этим. Пока что маленький у нас Джаггер проседает. Он прям так гоняет Мадетта. Но у него есть хил. У него есть вахта. Конечно, он долго кдшится на первом. Да, кстати, посмотри. Попытался законтролить у нас руну Джаггеросик. Не получилось маленько. Пак его опередил. Но Кунка уже на левел обгоняет Пака. Хотя нет, уже нет. Уже это все не важно. Но Кунка так, он прям на окраинах ренджа тавера ходит. Ну, агрессирует. А против Пака так и надо играть. Агрессировать на Кунке. Душить. Да. Кунка довольно плотный. Мы еще и демеджа много с руки. А Пак демедж у нас не любит получать. Он так любит скил. Мне кажется, любой герой не любит получать демедж. Но в особенности Пак. В особенности Пак, понял. Здесь у нас все деревья уже вырубили. А Кимберсова тут нет. Также щитки закидывает у нас Дархсир. Пока что у нас очень спокойная игра. Нет у нас каких-то агрессивных мув. Нет кого. Ну и тут пик такой. То есть мы обсуждали это на при шоу, что агрессия. Все любят агрессию, потому что она сейчас работает. А тут нет агрессии. Тут спокойные линии. Ее пока что нет. Пока что нет. С десятой она прям начнется. Почему бы и нет? Потому что и Пак уже будет подключаться хорошо. И визаж шестой получит горгуль и своей будет летать. А я бы даже не был так уверен. Мне что-то подскажет, что тут только где-то с 12 это пойдет. С 12. Делаем ставки. Забиваемся. Забиваемся. Все. С десятой, ты с 12 еду. Я с десятой, ты с 12. Да. Ты до десятой, я после 12. Что здесь Жухова могут убить у нас? Да. Да такую же у нас четвертую команду Чиллаут. И она скорее всего это не переживет. Нет, стиками выхиливается. Догнать еще одну тычку. Джаггер бежит. Джаггер быстрее и добивает. В этот момент там еще Кунка перетянулся. И убивают у нас еще визажа. Да, отличная перетяжечка от Кунки. В итоге убили у нас Харду полностью. Да. И это Джаггеру дает какой-то спейс. Да, Джаггер еще и хил забрал. Да. В принципе он, мне кажется, более чем доволен. Но видишь, маленько у нас ошибся даунбрейка. То, что потратил второй скилл. Если бы он был, мне кажется, он бы просто ушел с этой крутилочки. Да, и возможно сейчас под Катапу что-то будет. А здесь у нас ставится тамба, врывается в спирит, его бьют. Вот, Пак здесь уже. В итоге земелья утпшивается, а Пак идет дальше за Доксиром. На него ставится Дрим Койл. Он стягивает, но умирает. Да, хорошо у нас сыграл Вендетта. Решил не ставить Дрим Койл на земелью. Решил все-таки убить троечку. Это более чем... Выгодно. Да. Это более выгодно. Еще и под Волшебством это все сделал. Да, да, очень быстро откажешься от скиллы. И еще надо реализовать его до конца. Потратить как можно больше кнопок в лесу. Да, мне кажется, опять откатится Дрим Койл. Он опять придет наверх. Опять заберет какую-нибудь харду. Да. Того же Дроксира опять можно убить два раза подряд. В принципе, этот темп ему собьет. У него 33 клипа пока что он имеет. Довольно хороший старт у него начался на линии. Но здесь у нас атакуют Андаинга в этот момент. Знаешь, что там бы нету. Жгет ему земелья щитком. И вопрос. Убежит ли Андаинг? А он не убежит. Его ускорили еще. И Андаинг это не переживает. В итоге вот так вот работают щитки. Да, просто у нас Андаинг сгорел на работе. Сгорел на работе, да. Ну по нему видно, что он так перегорел чуть-чуть. Ну тяжело. Щитки очень много дамажат. Да. Спасибо, что не СМ-ка, так сказать. Надо бы вообще быстрее. Ну да, как бы щитками любят крипов фармить. Да. Крипов это самое лучшее. Да. А здесь у нас мини-агрессия на Модер. Вот он пак. И у нас дримкойл на Джекеросика. Ну если не жалко, то почему бы не дать? В итоге у нас погибает пятерка команды Луна. Да все равно хороший килл для пака. Да, и Джаггера сразу же в лес выгоняешь. Он будет в лесу ставить теперь. Хотя возможно он бы еще пофармил линию чуть-чуть. А здесь у нас встреча мидеров команд. Перетягивается еще Жухала. Жухала раскидывает. И почти убивают у нас пака. И пак умирает от тычки кунки. Слушай, отлично. Он с Чамбл сыграл. Кунка не боится ничего. Он даже пятюню готов отбить. А что ему бояться? Тут саппорта третий, четвертый уровень. Да, и он еще под кораблем. Сплэш уже промакшен. Кстати, забавно. Я даже не замечал, как на кунку раскачку делают. Сначала сплэш макс, а потом крест. Это простительно. Ты же на кунке не играешь. Да, да. Спасибо, что вы решаетесь. Вот у нас ТСА гоняет у нас Лил Скрипа. Опять ставится Тамба. Здесь уже кунка. И скорее всего убьют Андаинка. И потом сломают Тамбу. Хороший сплэш. Убивают у нас Лил Скрипа. Ну убивают же. Да, убивают. Будет пушить Тамбу, хотел сказать. Убивать Тамбу. ТСА бы передать. Он попадает станом, но умирает. Ой, там еще сплэш с него залетает. Ему убережить еще это. Кунка-то очень много дамажится сплэша. И самого его не пробивают особо. Но уже очень много настака на зомбей. На зомбей сплэш не распространяется. К сожалению. К сожалению. Слушай, сейчас заберут у нас верхнюю вышечку Супернова. Да. В принципе, открыл уже карту. Девятая минута. Да. А башенки нет. Пл у нас в лес перетягивается. И вот он Мадетта гоняет пока что на Шалда. Да. Загоняет Джаггера под тавр. Маны нету. Да, но, кстати, заметь. Джаггер первый раз вот на нашем турнире не БФ делает. Кстати, да. Делает молнии. Хотя игра у него более-менее комфортная. Понимает, что хочет молниями здесь бить. Но здесь... Ну, как комфортно? Чуть-чуть некомфортно ему сейчас стало. Уже да. После этой смерти. И Джакиросу тоже будет чуть-чуть некомфортно. Здесь четыре героя команды Челлаут убивают у нас Джакироса. Неплохо. В итоге минус два на нижней линии. Да, отлично килл у нас делает. В этот момент у нас Кунка чуть-чуть гоняет ПЛ. Здесь уже Пак приходит. О Паке известно. Отлично задоджил у нас торрент. Да. Но есть еще кресты. Тамба у нас от Андайинга. Пака у нас чуть-чуть раздамажили, но все еще живой. Хороший сплэш от Кунки. Возможно, сейчас следующим сплэшом добьет Пака. Да. Но добивает не Пака, а Донбрейкер. Да, конечно, обидно. Маленько стану мне попал у нас товарищ Джакиросик. Но и без этого убили. И 175 голды для ТСА с тамбы. В итоге я так и обратил внимание. Всех Андайингов, которые пикают, они любят эти тамбы отдавать. Не жалеют. Ну, в той драке он обязательный был. Да. Потому что его винить нельзя. Нет, в этом случае, конечно, да. Да, помнишься, вчера у нас, по-моему, он Андайинг часто отдавал тамбу. Наверное, голды 800 просто так подарил. И у нас там Виндетту поймали. И также у нас убивают Эр Спирита. Очень каленые все герои Чиллаут. И минус 3. Минус 3. Под Т2. Хотя Т1 еще стоит, но недолго. Скажем так. Да, ну посмотри, какой пик у Луны Гейминг. Это просто спортивные опять герои. Опять куночка этот миллион дэмэджа Джики Росик, который тебя закидывает постоянно первым, третьим. Это кунка. Это куночка моя. Да, да, да. И в итоге у нас агрессия начинается на 11-й минутке. Мы, можно сказать, были оба правы. Я был прав. Ладно, ты был прав. И расходятся опять по линиям. Ну, Супернова будет толкать свою линию, гнуть свою линию с щитками. Будет Т2 подпушивать. Здесь еще Т1 стоит. Джагер возвращается и делает сразу же ТП. Понимая, что он не хочет в этом во всем участвовать, потому что Дримкоилл на него поставит, и он вряд ли это переживет. Да, ну, видишь, в этой игре у нас Дарксир более чем богатый. Он, в принципе, покупает себе щиточек. Щиточек? Да. Хорошо. О, вот ставится у нас Тамба. Зомби атакуют у нас Джеки Россо. Он сразу же оттпшивается. Ставится на него Дримкоилл и уже не оттпшивается. А тут Кунка видит Виндетту, бежит за ним. Говорит, я тебя не боюсь. Дает ему своим мечом. Да, ну, видишь, потратили команда Чилау Дримкоилл. Еще и Тамбу отдали в пятерочку. Да, и, возможно, захотят подраться. Кажется, Луна Гейминг более чем довольен такому размену. Потому что сейчас можно нажать какие-то смоки, когда возвратится Джеки Россо. И сделать отличное убийство. Да. БКБшечка практически минус. Уже в смоках у нас ТСА и Супернова. Возможно, куда-то сейчас будет выход. Под стяжку, под врыв земели. Идут на... Либо... Ну, сначала идут на тройку. И потом пойдут, скорее всего, в свой лес. Да, земель я должен инициировать, давать отличное САЛО. Там уже Супернова продолжил. Ну, посмотрим, будет ли это САЛО отличное. Или просроченное. И... Нет, нет. Остаются на тройке. Не выходят. Либо боятся, либо не уверены, что они там. А команда Чилау почти полным составом уходит просто по линии нижней. Ну, что зачувствуют. Знают. Да, возможно, хотят обойти. Возможно, захотят смоки прожать. Вон, да, инга, они есть. Да, прожимаются смоки. Трое у нас в смоках. Видят Кунку. Скорее всего, на него хотят инициировать. Начнут, скорее всего, с птичек. Но Кунка бежит быстрее, чем летят эти птицы. В итоге он на развороте. Врывается у нас земелья в Донбрейкера. Донбрейкер выкидывает в свою сторону. Стяжка отличная от Дарксира. Стена стоит. Тамбас стоит. Зомби появляются. Убивают у нас четверть команды Чилау. Тут стоит Дрим Койл хороший. Но дамагов в Дрим Койл нету. Ломают Тамбу уже почти. Тамба падает. Зомби все переумирали. В итоге пока что только одна смерть у нас. Здесь также ловят у нас визажа. И ломают ему птичек. Одна уже умерла. Вторая хилится, поднимется. Ее тоже добьют. И Т2 падает. Почеконечку. Да, вроде как хотели напасть на Кунку. Но в итоге Кунка напал на них. Да, ну прочитали этот смок, я так понимаю. Команда Луна Гейминг. И контр-инициировали. Да, вроде как Дрим Койл по троём стояло отлично. Да, но дамага в него вообще не было. Да, Паэл еще не может присоединиться в драгу. Только с дефузами. Потому что Кунка его просто сбреет. Вот. Мы только что увидели, как Кунка убивает иллюзии с одной тычки. Особие для начинающих. У нас тут опять встреча. Ловят Паку. У Пака уже очень мало хп. Его попыталось выхилить доонбрейкер. И он выживает. Нет, не выживает. Здесь у нас появляется Джаггер. Зультился в Зомбю. Убили у нас ее в Спирита. Кунка бежит дальше за Жухала. Жухала не переживет это. И у нас там минус 3 получается. Разменная земель. А нет, у нас тут Паэл появляется. Убивают у нас Джаггероса. И продолжается у нас драка. Кунка корабль дает визажа. Визажа бьет. Паэл рядом пытается помочь. У Кунки уже БКБшка. Он ее прожимает. Бьет дальше у нас Маджетта. И убивает его. Да, и птичек еще забрал. Пак сюда уже ТПшится. На развороте хотят. Ставят Дримкоил. Кунка его не стал разрывать. Стягивают Доксир в стенку Паэлла. Паэлл каленые. Но убивают все же Кунку. И Супернови просто убежать отсюда. Да, очень много кнопок. Очень долгая драка. ТП пытается сделать. Будет ли стан? Нет, не успевают у нас 4 команды чилаут. Слушай, ну хорошая драка за чилаут все-таки. Но Кунка за этого визажа получил 478 голды. Я думаю, я не уверен, что это драка за чилаут. Тут все же прям очень... Прям по возрождению. Но все-таки Кунку убили. Кунку убили, да. И он БКБ еще потратил. Топный Творс, да. И все же 5000 нетворс у нас за командой Луна Гейминг пока что идет. А это серьезное на такой минуте заявление. Да, посмотрим, как будет дальше игра разворачиваться. Потому что JPL, видишь, присоединился к драке, маленько помог. Да, да. И он и пережил ее? Или нет? Да, пережил. Или да. Ну, видишь, все равно тяжело-тяжело пока что. И пока тяжело. Против этого Кунки не справляются от слова совсем. Да, тут появляется инвиз, но у нас атакуют зомби. Зомби у нас подлетает на торренте. Уже Кунка подходит, говорит, давай драться. Бьет его. Еще бьет. Ставит тамбу перед смертью. Подарочное. Подумал, возможно, что захотят его тиммейты за него отомстить. Но они этого не делают. 200 голды для Кунки. Слушай, мне кажется, это уже традиция на нашем мире. Убей зомби получить тамбу в подарок. Да, это прям акция. И, получается, отходят уже в свой лес, я вижу, команда Луна Гейминг. Да, хотя, мне кажется, команда Чиллау тут могли нажать какой-нибудь, значит, смачок с паком. И через эту тамбу попробовать кого-нибудь убить. Теперь тамбы нету и смог нажимать, мне кажется, не надо. Пока что им. Посмотрим, что предприняется с командой Чиллау. Да, но они собираются уже на своей тройке. Я думаю, возможно, захотят прожать смаки. Но если они это сделают, это будет на движение команды Луна. И также у нас сюда приходят все из Луна Гейминг почти. Да, он хорошо, Прадайз ушел. У Джаггера. И занимает вражескую тройку. Слушай, агоним себе собирается брать Куночка. У нас, в принципе, артефакт хороший. И денежки позволяют. Да, балдежно. Пока что Бринка еще нет, но там совсем маленько голды, по-моему, 1800 у него. Да, здесь у нас сломается Вижен. Сколько можно, столько и сломаем. Да, Андайинг покупает, кстати, смаки. Кунка бежит, не боится. Видят Кунку. Он грызается в Андайинга опять. Бьют Андайинга. Андайинг это не переживет, тамбы не будет. Нет, тамба будет в том же месте. Акция все еще работает. И идут дальше. У Кунки все еще есть БКБ. Скоро себе принесет Агоним. Буквально полторы тысячи золота остается до него. А он их нафармит очень быстро. Он у нас топ по натворству сейчас. Да, 10 тысяч имеет. И здесь у нас врываются в ПЛ. ПЛ в стане. Джаггерос продолжит этот стан. И здесь у нас пак врывается. В огне стоит до сих пор ПЛ. Появляется здесь Ленбрекерс ульты. Кунка бежит дальше за ПЛ. Возможно стоит прожать БКБ и дограться на мужика. Здесь Джаггер изультился в зомбю. Зомбю съел. Продолжается у нас драка. Четверка команды Чиллаут это не переживет. Жухала погибает. Также у нас бьют очень сильно птичек. Птички сейчас взлетят. Возможно Кунка их буквально с одного сплэша снесет. Нет, он хочет именно Визажа убить. Привязывает. Здесь уже земелья. Откидывает к своим тиммейтам у нас Визажа. Визаж садится. Как только встанет, возможно убьют. Стоит Вард Джаггера. Вард Джаггер ломается. Больше хила не будет. Джаггер крутится. Птички умирают. Сам Визаж тоже это вряд ли переживет. И также убивают Пака. Слушай, а зачем Пак-то пришел в эту драку? Непонятно для чего. Чтобы умереть, как мы видим. В любом случае нужно было продавать, мне кажется, четверку команды Чиллау. По самому откидываться скиллами. Потому что за это они сейчас потеряют тавер. Да, это сейчас минус бараки. Будут очень много дамага. Видишь, у нас команда The Long Game потратила все ультимейты. Да, да. Здесь у нас продолжается накидывание скиллов. Джаггер отходит на крутилки. В итоге Т3 сломали. Бараки остались. Живы. Здоровы. Ну, чуть-чуть. Нездоровы. Но выхилятся. Потому что милич на барак били. Да, и сразу покупается смолк у нас отлил скрипа. Хотят, наверное, опять какой-то выход сделать. По возрождению Пака. Да, возможно, можно зайти на Рошан. Но нужно ли? Есть Рошан. Здесь опять Домбер в том же месте. Третий раз. Поставь Тамбу, пожалуйста. Я думаю, здесь нужно Тамба. Да, ставят Тамбу на том же самом месте. Кунка сразу же начинает ее бить. Убивают у нас с Лилскрипа. И ломают Тамбу. Слушай, ну реально у нас... Как передумали? Их там зомби зажали, они дотягиваются до нее. А акция продолжается. Ну, прям хорошее, да. Ну, мне кажется, в команде Луна Гейминг сейчас можно зайти на Рошана или покушать бараки. Да, 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 да. Ну, хотя видишь, зомби зажидается очень быстро у нас. Да, и Тамба кдшится очень быстро. Ну нет, он зажидается быстрее, чем КД Тамбы уходят. Ну, он уже выжидает какое-то время. Но, ребят, я ФК на базе, пока Тамбанинка дошелась. Да, ну вот он, кстати, лансер, довольно-таки уже боевой. И здесь у нас встреча коров. Так сказать, на речке. Посмотрим, кто сильнее. Но Джаггер решает, тут ИПшится. Он пока не хочет участвовать во всем этом. Он решает, что он командный. Да, правильно делает, потому что он здесь был совсем один. Да. И у него бы просто ману вышликли все. Да, в НД у нас пока крип скиппит. В принципе, хорошее решение. Да. Блинк на паке. Вообще, научились у нас... Как, я так обращаю внимание, очень часто крип скипают. Обычно они рискуют. Обычно боятся. Ну, это же папа, он может себе позволить. Да, да, да. Он как бы имеет возможность передвигаться. И он тут в инвизии все равно видит земелью, бежит за ним. Мне кажется, демоджа на земелью ему не хватит. Да, земель такой плотненький. Брат, тут летчик. И в этот момент погибает Рошану. Забирают у нас Аегис Джаггер. Чела даже его не дефли. Ну, они и не могли, скорее всего. Да, теперь с этим Аегисом можно поломать в верхний тавр и зайти на базу, мне кажется, команде Челаут. Это база. У нас у Кунки появился Аганим, кстати. Будет Шива потом. Кунка уже один готов наваливать по этой башне. Да, 10 тысяч покажет у нас преимущество за командой Луна Гейминг. Посмотрим, что у нас придумает команда Челаут. Будем надеяться на какие-то такие необычные мувы. Скорее всего, будут играть от ошибки Луна Гейминг. Тяжело тут, конечно. Да, тут в моем видении только если Луна Гейминг где-то ошибутся. И хорошая команда поймает их, конечно, на ошибки. И посмотрим, получится ли у Челаут это сделать. Стоит Вард. Вард бы сломать птичками. Да, это и делает у нас визаж. Башню бьют. Башню бьют. Башня скоро упадет. Откидываются скиллами как могут. И падает Т3 у нас наверху. ТД у нас у Пака, кстати. Ну что, просто команда Луна Гейминг решила отойти? Да. Еще на низу можно Бараки вышечку снести. Да, там еще Т1 стоит. Джаггер у нас по миду, кстати, побил крипов. Возможно, захотят на миду зайти. Такое вот у них желание. Птичек перезывал визаж. Если птички умрут, уже их больше не будет 2 минуты. Кунка здесь отстреливается. И вырывается у нас земель. В ПЛ, АПЛ бьют. Тяжко. Дрим Койл Пака. Тамба Зомби. Корабль Кунки. Ульта Донбрекера летит у нас. Дерутся. Пока что все живы. Сильно пробивают у нас Зомбю. Зомбя убегает. Дальше Кунка в БКБ идет за визажом. И визаж, скорее всего, покинет. Да, визаж погибает. Визажа не будет. Зомби откидывает дикей. И начинает пушить Бараки, но они под бэкдором. Уже нет. Да, команда Луна Гейнг может прозвать пушку, потому что еще и у Джиггернаута есть ультимей. Да, да. Джаггер спокойно бьет Тау. Врывается там Доксир. Нормал панчи раздает. Еще стягивает ПЛа. Джаггер под крутилкой добивает Барак. Промахивается земель, а за это его накажут. Убивают земелью. Да, убивают земелью. И в итоге отойдут Луна Гейминг после смерти земели. Барак спушили милишные. Более чем довольны. Видят Пака. Доксир в него нормал панч дает. И это все. Он отойдет. Да, заканчивается. Такая долгая драка с пушем Бараков. Милишные в итоге только забрали. А нет, продолжается драка. Дальше у нас там Джаггер за зомби бежит. Зомби пытается вытелиться, но погибает. Тамбу не успевает поставить. Скорее всего еще КД была. Стягивает у нас ПЛа. ПЛа уже половины хп нет. Замораживает его. Разультился Джаггер. Погибает у нас ПЛ. Да, богоподобие уже имеет шаунд. Можно продолжать. Почему нет? Да, продолжают. Даунбрекер тоже не переживет это. Тпшится сюда зомби. Ставит тамбу сразу же. Дримкойл от Пака на Кунку. И пишет у нас ГГ. Кэри команда Чиллаут. Все же пока что первая карта за Луна Гейминг. Так, ну тут продолжают нарезать уже по тому, кто остался. Вау. Неожиданная развязка для меня, конечно. Потому что обычно я уже привык к тому, что вот такие игры быстрые, они начинаются с того, что линии разнесены. Кто-то там из коров обычно уже под тавром Т2 стоит. С пятым левелом его бьют. А тут как бы и линии нормально закончились. Только где-то на 10, 11, 12 начался экшен. А до этого как бы, ну все спокойно. Там где-то были киллы, но все же Луна Гейминг в какой-то момент подсобрались. Нафармили свои шмотки. Да, дождался Кунка своей БКБшечки. Да. И пошли просто ломать Чиллаут. Пошли ломать Тамбу. Пошли Тамбу, да. Конечно, забавно мне было видеть, когда Даник в одной и той же точке ставил эту Тамбу. Слушай, ну, почему нет? Почему нет? Захотел поставил, захотел не поставил. Это его дело. Это, ну, он саппорт, он пятерка, он должен ставить Тамбу. Да, но хорошая игра на Гейминг. Показали, что могут, что готовы сражаться. Да, что Джаггер работает. Даксир работает, потому что в прошлую игру у нас Даксир проиграл, а здесь он уже победил. Да, команда Чиллаут тоже сражалась достойно. Ну, а что произошло на этой карте? Расскажет нам кто? Студия аналитики. Ребята, вам слово. Проснулись, улыбнулись, хочется сказать команде Чиллаут, потому что надо забирать эту карту. Обязательно, обязательно в копилочку нужно забирать, потому что пик мне очень нравится. Ну, а что? Действительно, пик хороший. Пик хороший, да. Ну, посмотрим, чтобы реализация не подкачала. Да, надо, чтобы реализация не подкачала. И важно еще сказать то, что на самом деле у обеих команд хороший пик. У Луны тоже мне очень нравится пик. Баланар на вас пик. Блудсикер. Ну, ты это говоришь на Баланаре вас пик, потому что ты сам на Баланаре играл, а в 10-м классе, я помню. В 10-м классе? В 10-м классе. Так сказать, дефолт. Слушай, ну давай вот задам вопрос, так сказать, ребром. Ребром. В лицо сразу скажу. Как ты здесь видишь игру? Как она будет разворачиваться? Ну, смотри. Идет Блудсикер и Оракл на легкую линию. Так. Вот идут, идут. И Оракл в какой-то момент такой Блудсикера по плечу хлопает и такой говорит, а я не саппорт. Да, это мой друг Саша. Здравствуйте. Сашка про Визи на связи. Пауза у нас отжимается, возвращаемся к игре. Ну что, будет ли сейчас какой-то битва в Миду? Может, опять какой-нибудь Вардик найдут у нас команда Луна Гейминг, как в прошлой каточке? Да. Посмотрим? Посмотрим, посмотрим. Уже Урса опять, кстати, появляется. Опять появляется Сикер у нас. Да. В принципе, герои-то довольно сильные. Да, один будет бегать, другой будет бить. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Но тут вопрос такой, смотри. Блудсикер сейчас актуален, потому что у нас много разменов на линиях. Все стоят с потерянными хеллспоинтами. На английском решил я сказать. И Блудсикер будет разгоняться от этого. С другой стороны, Урса будет набивать стаки. Баланар милишны. Нюкс милишны. На милишниках Урса любит стаки понабивать. Да, ну знаешь, посмотрим, посмотрим, как у нас Урса стоит линию против Баланара. Не просто посмотрим, а еще прокомментируем. Да. И в итоге у нас по рунам 2 на 2. Кунка ставит, кстати, забавно решил поставить вард после того, как уже забрали руны. Видно ли, это было неизвестно. Здесь у нас уже гонил Блудсикер. Он отступает. Слушай, ну опять, кстати, посмотри, какой пик у Чиллаут у них под арену Марса довольно под их копье. Опять этот ультимейт бабки будет отдать. Да, бабка Мас. Да, какая-нибудь тишина залетит, да. Оу, там прям очень хочет файтиться Мас. И подкапывает у нас Урсу. Да, но первого дальника забирает у нас Баланар. Значит, что? Линия выиграна. Да, в принципе, можно ливать. Ну нет, поиграть. Поиграть. Не, ладно, поиграть, да, согласен. Поиграют еще команды. Здесь у нас, так как Урса тоже забрала сейчас хранжавт, в принципе, игра теперь равная. У нас уже встреча, не хочет давать вывести бабка Нюксу, но здесь Баланар поможет. Баланар теперь на себя, заблочили сразу же спауны всех крипов. Здесь уже Блудсикера подраздамажили, а он не хочет быть раздамаженным. Да, но он отхилится с третьего скилла спокойно, в принципе. Да, поэтому он даже танго не берет. Да, но видишь, теперь у команды Чиллаут куночка в миду стоит, у Луны Гейминг пак, посмотрим как. Да, поменялись, да, поменялись с героями, посмотрим как. Может какая-то другая сборочка у мидера команды Чиллаут. А может быть агрессивная. А может у команды Луна какая-то более жесткая. Да, здесь у нас ТСА гоняют, ТСА, Нюкс бегает, бабка за ним. Пока что, в принципе, Баланар, мне кажется, только этому Рад получает экспу. Чем больше он получит по левелу до пятой, тем лучше. Да, но пока что у нас Жухала пытается гонять сикеры. Ну, не получится это у него, все же Блудсикер и еще рядом Оракл на подсейвах. В итоге, возможно, тут сейчас будут Оракла пытаться подловить. Стрела мимо, но и уже передумывает Макс бежать дальше. Так бы, если бы стрела попала, возможно, это был бы First Blood. И все же загоняют у нас Оракла. На 100 хп приходится отходить под башню. Да, но видишь, пока что маленько сикеры по фарму просел, все-таки Марс себя чуть получше чувствует. Да. Как-никак, 30 уровень ДОТА+. Знаешь ли, это тебе не шуточки. А здесь у нас кидается копье, Оракла. Где Оракл? Сейчас? Нет. Слушай, он прям между деревьев, поэтому его не прибило, не повезло маленько с копьем. Я даже этого не понял сначала. Ну, там курьеры, кстати, подбили Орсы. Неприятненько. Но в итоге не особо раздамаженный герой команды Чилл Аут, поэтому Blood Seeker не разогнан. Да, ну знаешь, я уже вот вижу минуты 30 какая-нибудь там. Урса прибегает в файт, а Сикер сразу кидает рябчик. Рябчик. Урса стоит. Хотя может нажать Enrage, в принципе, почему не побить под Enrage, не побегать. Да. Да. Но после него будет тяжеловато. Ну, и конечно же, Урса здесь нас удивит сборочкой необычной, с линкой против Blood Seeker. Здесь у нас атакует Супернова, прыжок с печеньки, стрельба из зарубовика, но эта летучая мышка убегает. Что, Супернова здесь как-то серьезно ошибается? Непонятно, зачем. Ой-ой-ой, тут бы не умереть ему еще? Нет, он тут на байтах, он прям на тонечко играет, и поэтому у нас Урса еще много х потеряет. Как нежно смеется медведь. И у нас Фёстблат на Оракле, но Блутики разогнаны, будет сейчас бить Жухала, Жухала стоит, бьет. Здесь вопрос в том, не опасно ли, передумал. Возможно, там пара тычек и убил бы Амирану. Но опасно, опасно было, все-таки у Марса дэмэджа с руки довольно много. Отличное копье от Марса у нас, к сожалению, не попадает. И здесь у нас уже типа Баланара. Амирана забирает сатиров больших. Да, маленький лесочек подфармливает, дает экс своему Марсику. Да, и на самом деле она, возможно, сейчас мид даже захочет выдвинуться. Ну или хотя бы законтролить ровную. Да, но видишь, Пак пока что хорошо себя чувствует против куночки. Также опять маленький спот может подфармить, поэтому по крипчикам он не проседает, как и, в принципе, по голде. И в итоге у нас Миндета сейчас один на линии остается, скучает, бьет крипов. И в итоге... А, ну Пак возвращается на ТПшечке, он сходил на базу, похилился. Как он-то приходит на маленький спотик. Здесь же у нас Блудсикер пока чуть-чуть все же страдает, по крипам сильно отстал. Тот же Урса имеет чуть побольше. Ну, вернется, вернется, в принципе. Это же Сикер. Да, да. Он и в лес может с нулевой идти. Да. У Марса уже соул ринг. Несет себе сапожок. Да, вот, кстати, пятая минута наступает ночь. Теперь можно и агрессировать. Да, и у нас Сталкера пятый есть, это отлично. Ты очень хочешь иметь пятый левел на пятой минуте. Потому что у тебя либо пассивка в три, либо первый. Ну, качнул пассивку. Да, ну и здесь ТСА постарался, то что дал ЭКС. Ой, не сговорились, ребята. В итоге печенька не в ту сторону. На этот Сталкер сразу же играет на моральной составляющей противника. Подмечает каждую ошибку. Ну, тоже, кстати, немаловажный фактор. Конечно. Если подбиваешь мораль, выигрываешь в доту. И у нас вот атакует бабку. У нее печеньки нет, как мы знаем. Также выжигает Ениксману. Но этого недостаточно. Да, но видишь, сейчас против Урсы нужно чуть аккуратнее стоять линию. Потому что ему первый скал подняли. Замедляет более серьезно. А здесь у нас Оракл настреливает. Но уже просто... Более ему. Да, копье ему просто пронзило. Да, пролетело насквозь. Но большой дэмэдж же Оракл, в принципе, такой ватный. Да, да, несовместимость с жизнью раны получил. Здесь у нас ворует укун Кеникс иллюзии. И Кунка чуть-чуть расстроена этому. Но не настолько сильно, потому что батла у него нет. Хочет себе стики принести. Либо не хочет. Кстати, Кунка летит на низ. Хотят сейчас выйти на Шалда. В принципе, отлично килл будет. Ну, Шалда еще пятый, надо бы убить. Копье не попадает. Крест ставит. И, скорее всего, здесь... Также крест будет на... Блудсикере. Сикер погибает просто-напросто. Серия убийств у нас от Марса. 30-й левел Марс, напомним. Да, тяжело сейчас будет, в принципе, Сикер. Он умирает. Но мы уже убедились. Не желательно, не хотелось этого сейчас. Но мы убедились, что будут Сикеры камбэкают. Сикеры камбэкают, да. Да. Бегают по лесу. Здесь Найт Сталкер. Шестой левел уже. Может, если что, взлететь в любой момент. Летающий Найт Сталкер, это страшный Найт Сталкер. Здесь уже Никс рядом. С второму... Второй левел? Второй левел. Да, он просто Экспу оставлял Паламару всегда. Да, да. Понимал. Кому нужнее. Ну, Решлил Скип тоже третий уровень. И третий уровень имеет, в принципе, Урса. Скоро тоже, что и апнет. И будет тяжелее его бить. А тут, кстати, нажимает Смаки. У нас команда Чилл Аут. Да, и заходит на Рошана. Передумали заходить на Рошана. Видит у нас ТСА. Сначала подумал, скорее всего, что это иллюзия. Но когда он дал скилл, он понял, что что-то здесь не так. ТСА пытается уйти. Кунка за ним. Бьет больно. И, скорее всего, ТСА погибнет. Не, скорее всего, а погибает. Да, хороший килл, в принципе, сделали. Никс... Тяжело ему пока что в этой игре. Седьмая минута, третий уровень только имеет. Эту Экспу ему где-то нужно еще и получить. Да. Но Найт Сталкер кайфует. Бегает с шестым левелом. Да, в планах купить у него армлетик. Урса у нас будет собираться через БФ. Да. Стандартный БФ, но уж что. Здесь нету никого, кому стоило бы выжигать ману. Так что, что через дефузал мы здесь не увидим. Ну, БФ, да. Стандартный. Ставится у нас пауза. Скорее всего, опять какие-то лаги, баги. Будем надеяться, что нет. Невкусная вода. Может, кто-то водички захотит. Да-да-да, вода невкусная. Пришлось пойти вылить, налить новой. Слушай, а нам будут показывать, выход ТСА вышел в мид. И сейчас, скорее всего, куночка будет погибать. Не погибнет. Нет. Плотный герой? Очень плотный. Очень много хп. Скоро будет омлет. Омлет. А там еще шесть стиков имеется. Еще шесть стиков. Да, обрати внимание. Сделано где? И фейрик еще имеется? Да. Да. Нет, ну, тут вряд ли кунка убьют, конечно. Здесь надо просто дать возможность, с одной стороны, пофармить Блотсикера. С другой стороны, пофармить Урси. И спокойная игра для обеих команд будет дальше. Здесь у нас у Марса уже есть ульта. Возможно, захочет поставить арену на Блотсикер, пока у него не появился рябчик. Здесь у нас Мирана, кстати, стакает еще. Очень много на стакана. Да, для куночка будет только этому брат. Да, вряд ли это будет фармить Урси. Урси не особо любит фармить даже. Слушай, ну, я вот сейчас так вижу, что игра маленько уже в пользу тачал-аут идет, потому что Сикер очень просел по фарму. 4-0, да. Урси еще и БФ будет. В принципе, Урси его вообще перегонит. Ну, а, пишет у нас, что... У Лилскрипа залагала мышка, возможно, в прошлой игре. Поэтому тамба и ставилась, что какие-то лаги с мышкой были. Так и есть. Так и есть. В принципе, залагала мышка, поставил тамбу 4 раза. Да. А кто не ставил тамбу в наше время? Пусть из меня камнем. Да. Пока что типчики просто идут... Да, ну, взаимоуважаемые типчики, так сказать. Ну... Слушай. Хочу уже доту посмотреть. Доту посмотреть. Ну, подожди, мышка отлагает. Вот эти паузы каждый раз. Но ничего, мы привыкли. Мы привыкли к паузам, да. Из-за патча очень много у нас пауз. И, возможно, тогда стоит напомнить о нашем генеральном партнере, букмекерской компании Winline. Переходите по ссылке в описании, пока у нас пауза стоит. Получайте фрибет до 10 тысяч рублей. Да. Время есть, так сказать. Время есть. Слушай, я вот про паузы ты загорел, хорошо сказал. Очень любишь паузы, да? Не про это разговор. Давай, давай, хорошо. Сейчас же нельзя до пятой минуты ставить паузы. Ну, ты же в доту играешь, должен знать. Я в доту играю. Да, да. Я играю, я играю. Я сегодня так отыграл. Мне столько всего хорошего рассказали мои тиммейты. Да я бы тебя в дот-лист кинул. Дот-лист? Ну да, его сейчас расширять можно. И ты как раз бы для меня бы потратил дота-поинты. Если была возможность, я бы все ячейки тобой просто. Чтобы наверняка не попадаться. Да, да, да. Так вот о чем я. То, что до пятой минуты сейчас нельзя паузу ставить. Ну, сейчас 7.57. Я не про ту, дай мне... Да, да, я перебил. Перебиваю, мне извините. Перебиваю ватилки, палки. Прошу прощения. Уже молчу все. Молодцы поговорить потом, после эфира. Да. Так вот. Обычно же у нас сразу находится игра. Кто-нибудь парни. Да. Я покурить, в туалет сходить. А сейчас такого нельзя. Да. И паузы вот уже после пятой минуты не ставятся. Ты поэтому в доту бросил играть? А я в нее играл. Никогда не заходил? Никогда не заходил. Да я так чисто здесь мимо. Да. Ну, хорошо. Ну, продолжай. Я закончил свою мысль. Начни ты свою. Начать мне свою? Сегодня фармил 20 минут Радик на Некра. Так. Ну, вообще, что-то не пошло вначале. То есть ты вот такой жадный человечек? Ну, он там хорошо заходил прям. Я чувствовал. Мне, конечно, тиммейты говорили другую информацию. Так. Ну, я расходился с ними во мнении. Слушай, ну ты такой, ты не слушаешь команду, я так понимаю. Нет, я слышал команду. Нет, я собрал те артефакты, которые они меня просили, но после Радика. Я им объяснил, ребята, Радик меня разгоняет на фарм. А ты, то есть после Радика там, не знаю, Мекку сделал? Пайп. Пайп. В том Мекку. Ну, против меня метаплейпуш был на Меду. Сказали, он магией очень больно бьет. Я сказал, ребята, у него хук, чистый урон. И снимается у нас, наконец-то, пауза. И... Кунку не убивает, если что. Они передумали, пауза долгая была. Они забыли, что они планировали убить Кунку. Они хотели, хотели убить, но... Это все пауза. Дримкоил ставится на Кунку, он его сразу рвет. Пак дальше, но Кунка бежит, и Кунка выживает. Да, еще и стик имеется, и фейрик. И перебивает у нас всех крипов. Вау, все переденяли. И... В итоге все разошлись полюбовно. Да, но Кунка пока что себе замечательно чувствует в этой игре. В принципе, как и в прошлой игре. Да, и блучики расставили. Это важно для него. Будет себе молнии фармить. Этот быстрый Гонзалес. И... Заходит на тройку команда Чиллаут свою. Возможно, разобьют сейчас маки. Если у кого-то они есть. Хотя левела очень маленькие. А, возможно, захотят иншейфа фармить. Но пока что только спот обычный. А, это отводы, отводы, отводы. С параллельным фармом. Ну да, сейчас Кунка еще более богатым встанет. Сразу БКБшечку себе планируют покупать. Да. Но мне кажется, можно было выйти на Сикера. Потому что он один здесь был. Ну не один. Здесь все какого рядом. Ну а что он сделает? Ульту кинет? Да. Он постарается, по крайней мере. Здесь у нас ПАК. Встречается с Марсом. Врываются у нас Марса. В нем уже Рябчик. Нельзя бегать. Вставят арену. Промахивается копьем. Это было скорее копье, как предупредительный выстрел. Летит у нас также сюда стрела. И она тоже не попадает. И это минус Марс. Да, еще и килл забирает себе Сикер. Да, да. Для него это прям отличное. Одноготное. Подспорье. Скажи, что-нибудь еще. Акваланг. Так вот. Говоря об игре. Давай по игре. Четко по игре. Здесь. Да. Кунка у нас дофармливает Эншей. Зафармил все стаки. Будет БКБ себе покупать первым слотом. Я это говорил. Простите. Да, ну вот Урса. Урса, Урса, Урса. 67 крипов. Я это говорил. И я не слышал. Ну, Урса 67 крипов. Кунка 104. Лучики фармит. Да? Теперь мы не узнаем, сколько крипов у кого. Теперь будем судить по натворству. Да, пора. Ну, кстати, видишь, всего на 200 голды отстает от Урсы. Да. При этом Сикер погибал. Как я помню. Да. Погибал, конечно. Его убивали на линии. Один раз. Слушай, ну, можно, наверное, с этими ранними молниями и выходить на команду чиллаут. Почему бы нет? Ну, по КД рябчику. Или по КД рябчику можно дождаться. Да по КД рябчику можно так. Выходить, кинул рябчик и все, ребят. Я дальше лес фармить. Потом, может, когда уже БКБ будет, можно уже и подраться. Можно уже и рученькой побить. Да, здесь. Слушай, а здесь хотят вышку на низу забрать. Ну, Орекл ее будут сейчас дефать. Прям мощно. Морально. И, скорее всего, спушат у нас на низу вышку. Котапа здесь. Оркл тоже. Надо утпшиваться. Так сказать, снял на камеру. Да, хорошо, что не заметили команду. Чиллаут. И будут наверху у нас пушить вышку команда Луна Гейминг. Глусикер уже здесь. Уже присоединяется даже без молний. Но он как раз здесь и получит. Да, уже везет себе. Слушай, а чиллаут же могут сделать, в принципе, телепорт наверх и задефать этот тавер? Ну, никто никогда не хочет дефать Т1 легкой. Лучше разменяться. Да, мид тавер спушить. Мне кажется, с этими тпшками можно было и Сикера подловить. Через крест? Да, либо через крест, либо через арену Марса. В принципе, да. Здесь у нас видят Пака. Нюк стоит в позиции. Печенькой почти застанет Пака. Он уклонился. Крест на нем. Также его подкинет сейчас Кунка. Начинает у нас бабка наплевывать. Ей сразу же Нюк сбивает Карапасами. Полная контра. Но убивает у нас Нюк Сас. Потратив арену Марса. И, возможно, сейчас Найт Сталкер сюда придет и взлетит. Если захотят дефать. Хотя тут 5 героев команды Чиллаут. Да, мне кажется, вчетвером они не хотят от тавер дефать. Нет. Нет, взлетает Найт Сталкер, как я и сказал. Начинает у нас по Кунке настреливать. Но нет. Копьем его станет. Кунка отправляет туда корабль. Найт Сталкера застанили. Но дамаг не прошел, потому что Оракл подсейвил. Марс пытается УТПшить, но сбивают ему УТП, потому что у нас Сталкер первый станет во время ночи. Механики Доты я их знаю. Я учил. И дальше летит у нас Найт Сталкер за Урсой. Урса на половине ХП убегает. Баттл Фьюри она себе еще не купила. Слушай, здесь видят Кунку. Да, дальше хотят, пока действует ульта. Убивают у нас Кунку. Даблкил для Пака. Дальше у нас здесь убивают еще Оракла. Оракл не успел засейвиться ультой. Бабка погибает. Урса впрыгивает в Найт Сталкера, который уже бежит по земле. Слушай, хорошие киллы команда делала у нас Луна Гейминг. Да. Вроде так не уверенно все начиналось. Но потом взлетел Найт Сталкер. Стан, когда прошел Марса, он пошел набивать. Да, еще и Сикер в файте был. Да. Ультимейт тоже выдал, как я помню, по Марсу. В Марса он поставил. Он сразу попытался уТПшиться, но не получилось. Его убили. Да, вот мы видим итоги боя. Кто сколько демеджа внес. Пока что Найт Сталкер прям хорошо в этой драке себе показал. Под ультой он прям кайфует. У него там дополнительный демедж. У нас Нюкс заденайл Тавер, но погибнет за это. В итоге... Не, в принципе это хорошо, что он заденайл Тавер. Они его так долго били. Но плохо, что его убили. Тейвил. Ну ладно, четверка погибла и... Да, четверка. Тринадцатая минута. В принципе, несущественный килл такой сделали. Главное, что Тавер заденайл. Это самое основное. Ну, Найт Сталкер тут крипскипать собирается. Нет, он тут скорее просто хочет экс получать. Заходит у нас на Рошана. Конечно же, та самая Урса, которая убивает Рошана до 15. Уже много набитых. И фури свайпом добивает его. Берет Айегис. Но до сих пор еще не взяла бы БФчик. Это будет достаточно поздний БФ для него. Он бы, наверное, хотел пораньше его купить. Да, но мне кажется, можно было даже этот Айегис отдать кунке какой-нибудь. Потому что Урса-то все равно сейчас будет лес фармить, пока БФчик не набьет. Да, и прожимаются у нас маки команды. Chill out. Могут сейчас сикера найти, кстати. Есть блинка Марса. Да, ставится арена. Копье. И блудсикера убьют. Потому что так же попали стрелой, как сказал мой коллега Изи. Да, еще и кунка забирает килл. Да, и не хочу бы тут отойти, потому что команда рядом. Он знал это. Ставится на него крест, корабль. Вовремя прожимается Карпаси. Но здесь Марс еще откидывает его копьем. И сплэшиком добивает кунка даблкил для него. Ну что-то загулял. Загулял, да, Марик. Он видел, что блудсикера там рядышком буквально убили. И наверняка они пойдут за ним, потому что его видно на карте. Тут у нас Найт Сталкер. 500 хп. Бежит в ночи. Ну и нас нужно БКБшечку. И тогда они прям могут спокойно лонгейм принимать файты любые. Да. Ну по крайней мере тогда, когда у него есть полет. Да, потому что он может на какую-нибудь бабку сесть и все. И в принципе это моментальный килл должен быть. Кстати, БКБ появляется у нас у Вендетты. Да, и теперь его вообще почти не убить. Пока Аганим очень долго еще не будет. Да, скорее всего именно поэтому на Эггис не брал. Потому что до БКБшки маленько оставалось. Да. Баттлфьюриб наконец-то появляется у Урсу. Достаточно поздно. Но все же она и так идет у нас вторая по Нетворцу. Да, но видишь он в файты присоединялся иногда. Да, там было уже много драк уже. Как будто не 15-я, а 20-я минута. Столько файтов. Довольно-таки агрессивные пики. Здесь Никс бежит в Вендетте. Увидит Вендетту. И попытался карапасами подловить на сплоше Кунку. Но нет, он не давал ничего. И тут у нас Найсталкера наплевывает Бабка. Бабки сбивают. Найсталкер бежит под ультой Ораклов. Живой. Выхиливает его Оракл. Но сам скорее всего погибнет. Потому что Кунка здесь уже весь черный. Под ультами раны. И не выживает у нас Оракл. И здесь еще Бабку настреливает Пак. Убивает Пак Бабку. Но сам пригвоздили его к арене. Но успевает, успевает уйти в шифт. И уходит. И в этот момент Мирана запрыгнула на горку. Где еще совсем недавно мы видели, как падают Томстоуны. И погибает. Луна Гейминг прям перевернули эту драку. Да. Вроде как должны были все погибать. Но в итоге потеряли только одного Оракла. Маленько челаут, мне кажется, команда. Да, да. Не скоординировали свои действия. Мне кажется, можно было идти добивать этого пака. Да, вроде бы казалось, что у них... Урсы есть Аегис. И ты точно не хочешь с ними драться. Но Луна Гейминг погнали. И даже выиграли этот файт. Взлетает у нас Найт Сталкер. Скорее всего, Урсу здесь убьют два раза. Первый раз Урса умирает. Аегис выбили. Теперь. Ульты нет у Урсы, кстати. Сразу же не бьет она. Бьет ее только Найт Сталкер. Уже тиммейты все здесь. Убивают у нас Нюкса. Найт Сталкера, скорее всего, сейчас кораблем застанет. Да, застанели Найт Сталкера. Он пытается улететь. Играет Армлетом. На него кидается урна. Армлет уже не отключишь. Надо же просто улетать. Он пытается, но за ним бегут. Копье хотел кинуть Марс. Кидает, но не попадает. И в итоге Найт Сталкер выживает. Ну, хорошо. Аегис у Нюкса более-менее. Теперь Челаут не будут так агрессивно играть. Потому что Урсы нету. Да, но мне кажется, можно было обойтись без смерти Нюкса. Потому что... Ну, выбили Аегис, ребята. Возможно, сразу надо было ТПА уходить. А здесь у нас у Пака нету курьера. Да, но главное, что есть Блинк с собой, в принципе. Да, да. Вич Блайк тоже. Здесь у нас Найт Сталкер встречает Урсу. Обтакует опять у нас Урсу. Ставится Дрим Койл. Урсу есть ультимативная. Но он сейчас в Сале. А Сала очень долго действует ночью. И в итоге ни одной кнопки не нажимает у нас Урса и погибает. Отличный килл. Так сказать, нашли после реализации. Маленько загулял Урса у нас. Да, да, да. Не ожидал, не ожидал в этой части карты встретиться с двумя противниками. И в итоге... Это все еще время для Блудсикера. Да, но пока что Луна Гейминг ночь полностью реализовываться этим НСом. БКБ. БКБ. У Сикера они теперь готовы полностью принять драку. Да, и скорее всего сейчас будет драка. Бегут у нас за Бакой. Бабка проиграет, Найсталкер прожимает салом, но не находит здесь никого. Он думал, что скорее всего тут у нас находится Мирана, но она упрыгала. И в итоге бегут дальше. Ну, пока Найсталкер ночь чувствует, он бежит вперед. Да, еще минута есть. И шагу назад. А затем... А, до ультимейта 20 секунд остается. Здесь есть Виндетта. Может его как-то на ПКБшку развести? Если захотят. Да, здесь у нас корабль летит в Нюкса. Нюкса быстренько сбрили. И в итоге... Что сейчас будет ли драка после всего этого? Нет, разойдутся. Мне кажется, можно нажать какие-нибудь смоки в команде. Чилл аут. А я думаю, в команде Луна. Хочется нажать смоки, потому что Найсталкер, если что, взлетит. БКБ у нее скоро будет. Оракл засейвит. Вот Мирана под тавром фармит. На нее не хочется выпрыгивать. Это слишком маленькая цель. Кстати, Блинк появляется у Урсы. Теперь он может вгрызаться в каком-нибудь... Сапико? Да, Оракла того же самого. Или Никса под ультой. Да. Ну, Ораклу придется, если что, тогда тратить на себя ультимативную. А это делает его почти что бесполезно. Потому что его цель как раз-таки этой ультой спасти своего кэрри. Либо же Мидера там, или Найсталкер. Хаста появляется для Пака. Ну, в Боттл ее берет. Найсталкер, если что, сейчас взлетит. Скорее всего, хотят навязать Драку. Здесь у нас Марса. Чуть-чуть пробивает пак. Сразу же уходит, потому что понимает, что есть тиммейты рядом. И занимает вражеский лес потихоньку Луна Гейминг. Фармят его полностью. И не дают фармить Урсе, самое главное там. Да, но нужно дождаться БКБшки на Марсе. Дождаться БКБшки на НС. И тогда принимать Драку. Вот Кумурсап нам показывает с Блинком. Пока что до БКБ еще очень далеко. И можно его на этом ловить. Сплитит вниз. В принципе, через Салу и НС, как ты уже говорил, он не переживает это. Да, смоки покупают у нас там Никс несколько. Скорее всего, у них и выход скоро будет. От команды Луна Гейминг. А пока что подпушивают вверх. По чуть-чуть там. Найсталкер. Тиммейты рядом. Еще в МИТ несколько тиммейтов вышло. Никс Виндетти. Не знают, есть ли тут центрики лишние. Но видит Маса, прожимает Карапаси. Карапаси, да. И подлавливают на этом самом Марса. Пак ловит стан, но Марс, скорее всего, это не приживет. Начинает настреливать бабка. У нас уже умирает Марс. Булсикер бежит, добивает Мирану, которая пыталась утпшиться. Пак выживает после Оракла. Здесь у нас утпшивается бабка в инвизии. И Лиллскрип выживает. Также снизу у нас в этот момент Усса. Нет, прошу прощения, Кунка. Чуть-чуть поубивал крипов и утпшивается. Да, ну хорошо дождался Ник все-таки своих карапасов нужных. Да, 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 да. Карапасами Марса очень хорошо застанил. Он этим самым еще хотел проверить, знает ли Марса его наличие здесь. Потому что если бы он знал, он бы не стал его давать, а просто ушел. Так бы тогда чекнули Вижн. Да, ну и что, будут ли нажимать какие-то у нас смоки команды? Потому что ульту Мирана они только что потратили. Да, да. Арена Марса есть до сих пор, корабль Кунки. Очень много ультимейтов сейчас есть. Возможно, захотят подраться. Хотя, видишь, команды, скорее всего, еще ждут возрождения Рошана. У нас тут ДД лежит, Пак его подбирает. Да. Можно отдать Сикеру. И в этот момент у нас подловили наверху. Найт Сталкера, Арена Марса. И прожимают сразу же смоки, хотят реализовать этот пиков. Заходить на Рошана еще рано, еще до него две минуты. Слушай, вроде смоки нажали. Это чисто для Лил Скриппа, чтобы он вардик поставил, скорее всего. Потому что коры-то остались фармить. Да. Слушай, нужно-нужно БКБ иметь на НС, если еще до сих пор его нету. Здесь у нас Никс хочет подловить Кунку на сплэшике. Да, и встанет у нас Кунку. Сразу же в него прыгивает в пак, уже половины ХП нету. Кунка это переживает, нажимает БКБ, отходит. Пытается УТПшиться. УТПшивается. Блусикер бежит. Можно рябчик давать кого-нибудь. Кунка начинает работать. Ставится у нас Дрим Койл на Марса. Его бабка пытается подселить. Он нажимает БКБ и просто Блусикер начинает его лупить. Надо обойти его, чтобы больше бить. Начинает настреливать бабка. Блусикера подселивает Оракл. В итоге убивает у нас Марса. Убивает у нас бабку. Бак уходит. Нет, 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 все-таки подстанил его Кунка. Но сразу же Оракл выхиливает. Очень много хила от Оракла. Да, ну видишь. Минус 2. Да, Пак сразу разорвался с Лилскрипом. Когда он ультимейт начал дактировать ЛДД. И забрал его быстренько. У Сикера, кстати, все это время было БКБ. Он его не нажимал. Что правильно, мне кажется, сделал. Потому что там один Марс был. Да, и в итоге сейчас два самых сильных нетворса на карте. Это Блусикер и Пак. Прям чувствуют себя очень комфортно в Луна Гейминг. Чиллаут потихонечку зажимается. Уже не выходит так нагло на какие-то части карты. Только там Кунка снизу что-то подфармливает. Но утпшивается сразу, как только понимает, что в теории могут за ним идти. Пак сейчас в инвизе. Возможно, захочет кого-то подловить. Дримкоил 10 секунд у него. Смоки прожимают команда Чиллаут. Захотят сейчас, возможно, найти кого-то. Видят Пака. Да, клики по нему идут. Но не стали его ловить, потому что понимают, что эта цель имеет много возможностей уйти. Да, кстати, вот она БКБ на Насталкере. И, кстати, еще появился Скулбашер у нас на Сикере. Теперь просто так ТП не нажмешь. Да, ну тут и зависит от удачи. Луна Гейминг тоже прожимают Смоки. Как раз таки подночная Сталкера, которая будет через 25 секунд. Если что, он может и сам взлететь. И тут у нас Смоки спадают с Пака. Видят у нас Кунку на ХГшке. Пак залетает. Хочет поставить Дримкоил. Пока не ставит. Подкапывает у нас Кунку до БКБшки. Ставит у нас Дримкоил на Кунку и Марса. Оба сейчас в Сайленсе. Арена, если что, есть. Корабль тоже. Кунку почти что убивает. Сбивает ему ТП Блуд Сикеру. Этим башенам как раз таки убивает у нас Кунку. Также у нас Мирану почти добивает. Она в Сайленсе. Не могла упрыгать. Также Марс пожимает БКБ. Ставит арену. Урса начинает бить Оракла. Оракл это не переживет. Кидает нет на себя ульту. И в итоге выживает. Какое-то время он поживет. Найсталкер у нас летит за Марсом. Добивает Марса. В этот момент у нас еще убили Снэпфайр. Все же умирает Оракл после ульты. Пытаются поймать последнего оставшегося героя. Команды Чиллаут. Урса пытается убежать. Спрятаться в лесу. Но тут летает Найсталкер. Как ты от него убежишь? В итоге на мужика дерется до конца. И это Тим Вайп. Убивает всю команду Чиллаут в размен только на одного Оракла. И в итоге отличная реализация всех кнопок от команды Луна Гейминг. Да, замечательная драка. Всех убили. Всех раскайтили. Да, все БКБшки выбили. Конечно, и свои прожали. Но суть в том, что почти что в сухую. Да, но видишь, Марс обидно копье мне попал. Так бы прибили Оракла. Ну там проблема была в том, что все в БКБшках были. И он даже не знал, в кого кидать. Он только видел, что Оракл. Да, если попал по Ораклу. Да, он бы не смог себя засейвить. 76% победы у нас на Луна Гейминг. И 23% на Чиллаут. Да. Уже 6000 преимущества. Только что было около 1000. Да. Несущественно. А сейчас уже шестерик. Да, и тут у нас Марс прыгает в Пака. Пригвоздил не его, а его иллюзию. А Пак в этот момент фармит уже вражеский лес. Да, пока что Луна Гейминг забирают верхний тавер. Да, и сейчас будет скорее всего встреча наверху. Здесь Насталкер бежит. Почти что ловит стрелу, но Чиллик-то не промах. Также у нас тут Марса атакуют. Ставит у нас Бутсикер... А нет, ставит у нас Марс арену, прошу прощения. Насталкера пригвоздили, но очень много ХП прожимает БКБ. Выходит из арены. В этот момент быстро Гонзалес у нас настреливает по Маджетте. Маджетта бегает в Рябчике. Рябчик проходит, убегает. В итоге у нас и его, и Мирану добивает. Бутсикер бьет у нас Усу. Саб прожимает БКБшка. Начинает на развороте бить Бутсикера. Убивает Бутсикера. И также у нас Никсатом убили. Очень мало ХП остается у Парадайса. За ним дальше летит Насталкер и Пак. Пак его в итоге добивает. Здесь у нас Кунка остается один с БКБшкой. Бьет всех, но при этом еще и никого. Нет, начинает у нас бить Насталкера. Насталкер мало ХП. На него нажимает ультимейт Оракл. В итоге убивает у нас Мирану. Бабка выстреливает из дробейка по Насталкеру. Насталкер не переживает ульту Оракла. Умирает после ее конца. Остается здесь один Пак. Убивает в итоге Бабку. И просто уйдет отсюда. Превосходит богов у нас Пак. Да, слушай, Пак эту драку просто замечательно отыграл. Да. Всех раскатил опять. Всех убил. Да, очень много мэджик дэмэджа от него летело прям колоссально. В итоге Насталкер еще отлично отыграл. Хорошая арена от Марса была. В итоге Блудсикера там убили. В какой-то момент там в Урсу вцепились. Она прожимает БКБ и на развороте убивает Блудсикера. Да, но там по... Ну, Сикер так был каленый. Еще и стаки Урсы были. И он их добавил. Да, добавил. Слушай, мне кажется, была бы ульта Сикера на Урсе. Чуть по-другому. Мне кажется, он бы выжил, а так пришлось потратить ультимейт на Марса. Но в итоге все равно это драка за Луна Гейминг. Гораздо больше героев они убили. Здесь у нас встреча Вендетта и ТСА. Юл нажимает... Никс? Предупредил. Предупредил. У меня есть Юл, я не боюсь его применить. Да, уже, кстати, 9 тысяч преимущества за Луна Гейминг. За эту драку. Даже 10. И пак в итоге обгоняет на данный момент кунку на 4 тысячи нитворса. Да, но пак в этой игре пока что все показывает просто шедеврально. Замечательные действия. Да. И тут на исталке врывается, видит двух саппортов. Начинает у нас бить бабку. Там ставится арена от Марса. Пригвозили Оракла. Добивают у нас бабку. Оракл у нас... Нет, пока еще живет. Нет, все же умирает у нас Оракл. Его Урса догрызает. Марс откидывается щитом. У нас убивают Урсу. Блушсикеры на исталке вдвоем кулачками разбили. Кунка пытается у ТПшиться. Башером сбивает ему ТП. И убивают у нас тут всех у команды Чиллаут. Да, Тим Вайб опять. Тим Вайб убили только Оракла. Он сразу же байбэкнулся. В итоге ты видел, как там Урсав, Гурсав, Боркла и его просто два мужика. Один летучая мышь, другой быстрый Гонзалес. Затыкали. С двух сторон. С двух сторон, да. Спушивают у нас Т2. И заходят на Т3. И будут, скорее всего, забирать бараки. Да, можно забирать бараки. Да и дефать им особо нечем. Ой, в миду, наверху тоже можно забирать барак. Да. Тут бабка только может ульту начать настреливать. Но это мало что даст. Сейчас Никс подойдет с Карапасом и все. Да, да. И собьет ей, соответственно. Получается, Никс полная контра бабки. Да, кстати, Актарин появляется у нас у Пака. Еще более опасный становится. Да. 30-ая минута. Еще быстрее колдует. И, кстати, даже Т3 не добили. Там на одну тычку буквально осталось. Ребята хотят зайти на Рошана. Да, кстати, опять ДД для Пака. Да, очень везет ему на руну, кстати. И тут у нас Рошан потихоньку начинает падать. Настолько его сильно душат, что он даже не может ни один удар совершить. Ну да. А Пака гоняет. Башики-башики работают. Башики в Оракол накидывает бессилие. И в итоге Рошан умирает. Посмотрим, кому отдадут шарту. Блочекера свой уже есть, если что. Здесь у нас Никс хочет на Карапасе поймать Мирану. Ловит. И тут уже Пак из ДДшки добивает. И все еще превосходит богов. Пак в этой игре прям супер мощный мужичок. Да, хорошо. Здесь СТСА тоже исполнил. Подловил Мирану. Но непонятно, зачем Мирана здесь фармила. Да. Не подозревала, скорее всего, о том, что Нюк здесь в инвизи бегает. И в итоге сейчас, скорее всего, будут заходить либо на верх, либо на мид. Да, и Дагон, кстати, еще у Пака появляется. Да, уже такой прям боевой у нас Пак. Боевая машина убийств. Кунка пытается найти свои шмотки. Асальт Кирасу купил и фармит Хекс. Или... Да, Хекс. Или Хекс. Хекс или Хекс. Чтобы ловить того же Пака, кстати. То из Али Сикера. Почему-то. Да, тоже можно. 18 тысяч у нас пока что ведет команда Луна Гейминг. И не собираются, мне кажется, на этом останавливаться. И Башер появляется у Упсы. Да, добили у нас Т3 на миду. Но там на одну тычку было все же. И... Также Т1 на низу упал. И, скорее всего, сейчас последние внешние тарвозы хотят забирать у команды Чиллаут. А здесь у нас атака была на Найс Сталкера. Выбили из него БКБшку. Он извиняется за это. Ну да, он был вынужден это сделать. Потому что там крест висел и Урса уже был. Да, и сразу же Чиллаут прожимают смоки. Но не уверен, что они хотят это делать. Возможно, хотят реализовать то, что у Найс Сталкера нету БКБшка. Прыгают, ставится Арена. В Оракла. Оракл пока что живет. Придется ульту на себя тратить. Все еще живой. Здесь вот уже Найс Сталкер залетел сзади. Вместе с Паком убили бабку быстренько. Летит корабль. Урса у нас под рябчиком. Не очень особо хочет бегать. Здесь Пак врывается. Также у нас Блуд Сикрет дерется. У Блуд Сикера мало ХП. Урса еще меньше. Точнее, ноль. Мирана впрыгивает и впрыгивает в один конец. Убивают у нас Мирану. Также убивают у нас Кунку. И остается у нас последний здесь герой только Марс. Ну, Марс тоже погибает. Да, и пишут ГГ. В итоге побеждает у нас Луна Гейминг на второй карте. 2-0 от них. Отличная игра. Челлаут тоже молодцы старались. Прям видно было, что огрызались. Уса там. Я видел, что вгрызалась, несколько раз убивала Блуд Сикера. Да, эта игра у них более бодро пошла. Но Пак прям засолил. Да, Пак прям Соливарну устроил. Обеспечил, так сказать, Сикеру фарм. То, что тогда он помирал. Ну и Найт Сталкер там неплохо полетал в БКБшке. Я видел, как он прожимает сало и летит на какой-нибудь там Усу. Он ничего не может нажать. Там бабку очень быстро вырубали. Я так заметил, бабку либо убивали до ее ульты, либо когда она нажимала ульту, сразу же Никс ее контрил. И в итоге Никс полная контроль. Никс полная контроль. Ну не зря его пикают. Да, 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 да. В принципе, пик был хороший, оправданный. Да. И в итоге все герои были хорошо реализованы. Тот же Оракл. Он не особо сейвил своих тиммейтов, потому что обычно в него вгрызались. Ну, конечно же, ты хочешь вгрызаться в Оркла, когда он есть в ураганской команде. Но он тем самым выиграл время. Да, видишь, он на себя стягивал, да. Да, а что произошло на этой карте, расскажут нам. Наша студия аналитики. Ребята, вам слово.